Жаки, жительница калифорнийского городка Риаделл, говорит, что ту ночь забудет не скоро. Землетрясение магнитудой 6,4 стало для нее кошмаром наяву. Мы с мужем упали с кровати и машинально заползли под нее и находились там, пока толчки не прекратились. Потом мы бросились на улицу. Когда мы выбежали, то ощутили запах газа буквально повсюду. Жаки рассказывает, что небольшие толчки они ощущали и раньше, потому решили переехать и даже выставили свой дом на продажу. У нас уже было землетрясение в декабре, я была дома одна, оно было достаточно сильным, и я тогда сказала мужу, что я не хочу больше тут жить. И мы выставили наш дом на продажу. И знаете, самое ужасное, что наш дом приходили смотреть и сегодня его должны были купить. Выбитые стекла магазинов, трещины на дорогах, поврежденные дома – так сейчас выглядит округ Гумбольд. По меньшей мере, два человека погибли, 12 получили травмы различной степени тяжести. Шериф округа Уильям Хонсел говорит, что такое мощное землетрясение он, повидавший в сейсмоопасной Калифорнии их немало, ощутил впервые. В начале была медленная дрожь, она становилась сильнее и в конце превратилась в толчки, словно в дом въехал поезд. Мы все еще оцениваем ущерб, ездим по районам, чтобы удостовериться, что все наши жители в порядке. Мы просим всех – навестите соседей, свяжитесь с друзьями, чтобы знать, что с ними все хорошо. В течение 20 декабря в населенных пунктах Фернделл, Фортуна и Риаделл произошло порядка 18 авторшоков с магнитудой около 4. Десятки тысяч жителей Северной Калифорнии все еще остаются без света, газа и воды. На месте работают спасатели. За несколько секунд до толчков миллионы калифорнийцев получили на свои телефоны оповещение о надвигающейся стихии. Сейсмологи называют это прорывом. Наша новая система оповещения землетрясений сработала, разослав жителям штата за 10 секунд до толчков предупреждение о надвигающемся бедствии. Три миллиона человек были оповещены на севере Калифорнии. Это отличная новость. У людей было 10 секунд, чтобы укрыться в безопасном месте. Ученые также предполагают, что с вероятностью в 13% в этом районе в ближайшие дни может произойти еще как минимум одно сильное землетрясение магнитудой 5 и более. И просят калифорнийцев быть наготове. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввел в пострадавших районах чрезвычайное положение и выделил средства на устранение последствий землетрясения. В округе Гумбольт, на который надвигается теперь еще и шторм, развернуты пункты временного размещения для тех, кто остался без крыши над головой. Ангелина Багдасарян, Вазген Воржебетян. Настоящее время Америка. Калифорния. Калифорния.